This conference will now be recorded. И пока к нам коллеги присоединяются, пока мы собираемся, должно быть больше 100 человек. Предполагаю, что не все дойдут вечер субботы. В двух словах, сразу же давайте приступать. Расскажу о себе. Меня зовут Копнин Андрей, если кому-то нужен, Александрович. Бизнес-тренер, сертифицированный педагог-психолог, практикующий коуч. Больше 10 лет уже занимаюсь всем, что связано с обучением людей. Все, что связано с педагогами, публичными выступлениями. По образованию. Бауманец, инженер. Закончил факультет робототехники. Вот так вот жизнь вывела. Интересно было, сменить направление. В специалисте веду несколько направлений курсов, в том числе ораторское искусство, креативное мышление, эмоциональный интеллект. Если кому-то будет интересно, 24 мая и 7 июня стартуют у меня курсы Time Management, менеджер по обучению и развитию персонала, развитие личной эффективности, стресс-менеджмент и развитие креативного мышления. Многие из вас наверняка... Так, коллеги, у кого-то микрофон включен? Будьте добры, подключайте. Если говорить про те, кто сейчас здесь присутствует, многие из вас наверняка уже учили специалисты, знакомы с ним. В двух словах расскажу про учебный центр специалист, кто мы, что мы, кого я представляю. И начать следует с того, что уже порядка 29 лет учим людей. Самое главное, более миллиона выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов, 60 учебных классов, огромное количество преподавателей и практиков. И, конечно же, это курсы. Курс вы можете найти практически под любой запрос. Если мы говорим про гарантии, конечно же, в обучении они крайне важны. Во-первых, это гарантия качества. В целом, это в соответствии с Бауманской методикой. Потихоньку, полегоньку, не спеша, но последовательно одно за одним изучаем. Второе. Гарантия результата. В любом случае, существует система контроля качества, которая на всех этапах. Я как преподаватель могу сказать, что это действительно так. Для того, чтобы получить доступ к курсу, нужно показать, насколько ты умеешь им владеть, и насколько ты владеешь информацией. В любом случае, это важно. Следующая. Гарантия сохранения средств организации. Если вы от организации выступаете, в целом, если по какой-то причине не получилось обучиться, другой сотрудник это сможет сделать. Расписание занятий. У меня занятия расписаны на год вперед. Мы их согласовываем. Соответственно, можете бронировать, если кому-то важно. Всегда согласовываем. У кого-то даже на два года вперед расписано. Можно в свое время очень хорошо распланировать. И, конечно же, гарантия безопасности. Во-первых, понятно, что мы с вами достаточно далеко друг от друга. Хотя, может, тут в соседнем доме сидит. Я не знаю. Понятно, что в нашу эпоху пандемии очень важно, чтобы мы не могли как-то друг друга заразить, либо заразиться от кого-то еще. Если мы говорим про очное обучение, все классы обрабатываются. И, естественно, пропускная система во всех центрах работает. Если перейти к самому семинару, на который вы пришли, напомню название. Как выбрать свой путь жизни и придерживаться его. Что мы сделаем сегодня? Посмотрим, в каком направлении смотреть свои жизни. И узнаем, как конкретно искать смысл и путь жизни. Давайте сразу оговорю, что если у вас есть представление о том, что это некая волшебная таблетка, и вы по желанию, по щелчку пальцев сразу же найдете свой смысл. Боюсь вас разочаровать. Скорее всего, так не будет. Потому что это тот момент, который необходимо прорабатывать. Это процесс. Я могу вас к этому немножко подтолкнуть. В любом случае, к сожалению или к счастью, основной путь придется сделать вам самим. Потому что никто, кроме вас, ваш путь в жизни, ваш смысл в жизни, никто этого не сможет найти. Понятно, что существуют различные психологические техники и тренинги. Но в любом случае, все начнется с вас, потому что вы изъявите желание над них пойти. Итак, очень хочется, чтобы мы с вами приняли несколько правил. Первое правило. Правило одного микрофона. То есть, кто приходит, либо если кто-то хочет задать некий вопрос, пишите в чатик. Иначе у нас уже 27 человек. Я предполагаю, что будет еще больше. Можно наступить к какофоне. Мы друг друга не услышим. Лучше писать в чатик. И желательно, чтобы это был чат общий. Не пишите мне в личку, пожалуйста. Потому что у меня сейчас все открыто на другом компьютере. Там другой человек. Он называется Андрей. Можно перепутать, не тому отправить. Пишите в общий чат. Я думаю, что ничего страшного не произойдет. И второе правило, которое очень хочется, чтобы мы с вами приняли. Задавайте вопросы. Вопросы крайне важны. И благодаря вопросам и ответам на них мы найдем истину. Итак, с чего начнем? Первое. Хочется рассказать вам о вот такой вот структуре, которая носит название пирамида логических уровней Дилца. Напишите, пожалуйста, в чат плюс, кто про нее знает, слышал, может быть, видел когда-то. И минус, если вы ее видите в первый раз. Минус вижу. Минус, 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 минус. Окей. Те, кто написали, поставили минус, тогда в двух словах вам расскажу более подробно о том, что это такое, зачем это нужно, почему это важно. В пирамиде логических уровней она позволяет нам сделать следующее. Существует такое выражение, что ни одна проблема не решается на том уровне, на котором она возникла. Грубо говоря, если человек делает что-то неправильно, то эта проблема находится на уровне действий. И он может продолжать это делать сколько угодно. Он не поменяется. Он все время будет, простите, косячить. Для того, чтобы что-то поменялось, нужно подняться на уровень выше, на уровне навыков. Как, каким образом идет вопрос. Посмотреть, что он делает, каким образом. Не просто действия, а каким образом он это делает. Возможно, немножко корректно, а немножко некорректно. Соответственно, проблема решается на следующем уровне. Это некий общий пример. Если говорить про пирамиду, она очень хорошо позволяет расписать всю нашу жизнь. Если у вас возникает какая-то нерешаемая задача, советую прогнать ее через вот эту пирамиду. Грубо говоря. Первое. Окружение. Кто вокруг вас? Где вы располагаетесь? Что это за пространство? Эта проблема не решается где? На работе, в семье. Что, где, когда, кто вокруг меня? Какие люди? Что я делаю? Следующий вопрос. Что я делаю для того, чтобы эта проблема была решена? Какие мои действия? Действия такие-то, такие-то, такие-то. Следующее. Каким образом я пытаюсь эту проблему решить? Возможно, не имеет никакого смысла решать эту проблему в лоб. Имеется, как бы обойти. Если это не работает, идем дальше. Следующий вопрос, который мы задаем себе. Ценности. Почему это важно? То есть, даже если навыки не работают, мы выросли, мы развились. У нас есть четкое понимание того, что нужно делать. Мы это делаем хорошо, но все равно не хочется, не получается, ну и так далее. Переходим на уровень ценностей. А почему? Почему для меня важно именно вот это? Очень важный вопрос, который позволяет понять то, что у нас внутри происходит. У нас у всех есть ценности. Для кого-то ключевая ценность – это семья. Для кого-то деньги. Для кого-то природа. Для кого-то справедливость. Мы зачастую живем под влиянием этих ценностей. Соответственно, если ваша работа не соотносится с вашими ценностями, удовольствия от жизни никакого вы не получите. Ну и, конечно, все, что связано с путем и со смыслом – это не про это. Ценности, они очень четко должны быть интегрированы в нашу деятельность. Если это не помогает, попробуйте найти ответ на вопрос следующий. Кто я? Вот именно в этой структуре. Кто я в этой жизни? Какова моя роль? Как ни странно, может быть, это подручит не очень красиво. Очень красиво. Коллеги, буду периодически выключать звук, потому что эхо будет. Людмила спрашивает, будет ли запись вебинара. Да, я поставил запись. По идее, должна быть. Учебный наш отдел прекрасный. Я думаю, он поделится с вами с удовольствием. Возвращаясь. Кто я? Да, я когда разбирался со своими миссиями и со всем остальным, вылезла очень парадоксальная вещь, скажем так. То есть я по жизни, у меня вылезло слово «я провокатор». Может быть, это очень некрасиво, странно, кому-то не понравится, но я провокатор. У меня такой способ воздействия на людей, и периодически я провоцирую их на что-то хорошее. Потому что есть манипулятор, это человек, который действует в своих интересах. А провокатор мы провоцируем на что-то. Соответственно, я периодически задаю людям хаверзные вопросы, либо что-то делаю для того, чтобы они сделали что-то в ответ, что-то изменяющее их. И я какое-то время еще потратил на то, чтобы смириться с этим со всем, что я, оказывается, провокатор, и разобрался. И самый важный момент, то есть если вы не находите для себя решение, кто же вы, следует подниматься вот на тот самый уровень выше, кроме миссии. Ради кого еще? Кому еще это важно? Миссия, еще иногда ее называют сверхцелью. Как раз таки то, с чем мы сейчас будем разбираться. Алексей спрашивает, как понять, кто я? Есть какой-то тест на эту тему? Алексей, к сожалению или к счастью, тестов нет. То есть в процессе вы можете примерно выяснить, кто вы, если вы посмотрите самые важные действия и выборы вашей жизни и определите, на основании чего вы делаете эти выборы. Это один из самых важных моментов, то есть что может помочь вам. Давайте приведу пример сразу, чтобы было понятно. Когда я разбирался с этим, то есть на основании чего я делаю выборы, выборы в своей жизни, я расписал одни из самых важных событий. То есть самое первое событие – это поступление в Бауманку. Второе событие, которое я написал, это после Бауманки поменять кардинально область работы, область, в которой я, собственно, пошел что-то делать. И третье – это занятие спортом. И как только я все это просуммировал, посмотрел, я попытался найти что-то общее, то есть на основании чего я делал этот выбор. И, оказывается, там было очень много слов, много различных букв, почему я это делал, много предположений, но больше всего внутри отозвалось два слова – это острота и неординарность. То есть тот же самый спорт я себе выбрал неординарный. И, как оказалось, очень сошло, очень здорово было. То же самое со сменной работы – острота и неординарность. И это очень сильно помогает понять, кто вы. Вот действительно. Следующий комментарий Евгений пишет. Так провокаторы могут на негатив провоцировать? Могут. Но это уже их выбор. Можно и на позитив, и на негатив. Я на позитив в основном провоцирую. Татьяна, какие варианты, кем можно быть? Татьяна, если вас не затруднит, распишите, пожалуйста, не совсем понял вопроса. Павел, какую кафедру закончили? Робототехника, РК9, 2011 год. Ну и, соответственно, если вернуться к нам, если вы посмотрите на вот эту пирамиду, в идеале, в нашей жизни, чтобы мы понимали все, что происходит, она свободно и спокойно ложилась именно вот в эту вот пирамидку. Вы сможете поискать разные варианты, существует ее в интернете. Мне больше всего нравится вариант там, где миссия немножко над всем, потому что миссия – это про глобальность, а не только про нас. Большинство людей, которые окружают нас, они живут на первых двух уровнях. То есть это действие окружения. Пришел с работы, поел, попил, лег спать. На выходных что-нибудь поделал, посмотрел, потупил в телевизор. Вот такой вот замкнутый круг. Замкнутый круг, соответственно, люди в нем живут. Татьяна пишет, есть вопрос, кто я, какие варианты ответа. Знаете, это больше про некий смысл. Допустим, я для себя ответил, что я провокатор. Дополнительно я в то же самое время, я еще педагог. Педагог – это не только профессия, но это некий смысл такой, знаете, глобальный. То есть я педагог, я придерживаюсь этого много неких педагогических основ. Кто-то, допустим, судья, адвокат, инженер. Это может быть как некая профессия, но она за собой очень многое содержит. То есть инженер – это не просто человек, который что-то там сидит, считает. Это само по себе мышление такое у человека. Он так живет. Это не только профессия. Неужели робототехника так была плоха для вас? Это же престижная профессия и интересная. Вы знаете, на самом деле робототехника – нет, неплохая. Вопрос в том, что на тот момент времени мне было это менее интересно, чем то, чем я занимаюсь сейчас. Потому что сама по себе бауманка, она очень хорошо ставит мозг на место и делает системный подход вообще ко всему. За время обучения у меня очень сильно поменялся мозг, стал систематизированный. Я это сейчас использую. То есть это никуда не ушло, но сама профессия, она не совсем моя. У меня есть подозрение, что я туда вернусь, потому что за последний год слово «роботы» каким-то образом стало появляться все чаще в моей жизни. То приходит одна слушательница, у нее муж как раз-таки роботами занимается, причем на профессиональном уровне, то еще что-то, то еще что-то. Видимо, не все до конца ушло из моей жизни. Что-то придет. Я сижу, но будет, приходит, я не против. Я готов. Итак, возвращаясь к пирамиде логических уровней. Большинство людей живет на первых двух уровнях. И существует так называемая пирамида масло. Очень известная, которую многие из вас наверняка знают. Это про потребности. И если сформулировать совсем, грубо говоря, большинство людей живет на первом уровне. У них существуют только потребности в еде, воде, крови, то есть крыш над головой и сне. Все. И зачастую эти потребности не удовлетворяются. Вот в принципе. То есть они живут себе спокойно, может быть, неспокойно, но потребности их не удовлетворяются. Они не могут подумать о чем-то другом. Соответственно, если хотите, чтобы у вас были мысли не только о нижнем уровне, попытайтесь этот уровень закрыть. Согласитесь, когда есть и нечего, а смысле жизни как-то мало думаешь. Хотя есть исключения. Виктор Франкл, книжка «Психолог из концлагеря». Если кому-то будет интересно, она небольшая и говорится о судьбе человека, который прошел через концлагерь. То есть австрийский еврей, он попал в самый разгар, прошел через концлагерь. И понятно, что в концлагере ни о каком еде, воде стабильной и так далее, о сне речи не шло. Тем не менее, человек достаточно хорошо, если можно так говорить о последствиях концлагеря, это пережил. И потом очень долго жил, написал множество книг, множество научных трудов. Он жил вот этим. Это про миссию, про глобальное. То есть существуют примеры, даже несмотря на которые кто-то говорит, что если нижний уровень не закрывается, то все остальные не важны. На самом деле, конечно, нет. Если у человека внутри есть некий стержень, если он свою миссию нашел, все остальное для него – это некие побочные эффекты. Ну да, бедные художники сюда же относятся. То есть для многих людей, для них что-то важное как раз-таки в самом верху находится. У них может не быть еды, у них может не быть здоровья, стабильности, личной безопасности, любви, дружбы, общения. Это я вверх поднимаюсь по этой пирамиде. Сама оценка может быть не очень высокая, потребность в уважении окружающих. Но миссия, она глобальная. В этом плане мне очень нравится еще один пример нашего современника, очень известный, не то что даже в узких кругах, наверное, уже в широких. Григорий Перельман, математик, он получил очень большой денежный, он мог получить, давайте так. Он был номинирован и мог получить очень большое денежное вознаграждение, но, насколько я помню, он от него отказался. То есть человек доказал теорему Панкаре, и он отказался от денег, он живет с мамой, то есть там любовь, дружба, общение с другими людьми, как я понимаю, у него нет. Самооценка ему хватает, личная безопасность, здоровье, стабильность, он сильно про него не думает, но это миссия, то есть верхний уровень у человека только есть. Евгений пишет, он отказался, так как премию опозорили. Вот, да, то есть, ну, в целом человек просто сказал, насколько я помню, с ним брали интервью, он сказал, что для него важно было именно доказать. То есть денежный вопрос был второстепенным, а вот доказать это было самое главное. Таких людей, кстати, очень много. Это про тех, кому, возможно, посчастливилось найти свою миссию в более таком раннем возрасте. Потому что очень многие приходят к ней только на заре, на закате своей жизни, к сожалению. Спрашивают, можно ли слайд с рекомендуемой литературой на тему вебинара. Рекомендуемой литературы, как таковой, в этом семинаре у нас с вами нет. К сожалению или к счастью, вопросы. Почитайте вот эту вот книжку Виктора Франкл «Психолог из концлагеря». Она очень многих наталкивает на такие достаточно хорошие положительные мысли в плане своей какой-то миссии всего того, что нужно сделать. И, возвращаясь к нашей тематике, если мы говорим про личную миссию человека, это можно формулировать даже вот таким вот образом, который у нас здесь изображен. Есть дворник, который говорит, что ландшафтный дизайн – это мое призвание. Это некая его миссия. Как назовешь, так и будет. Есть даже очень известная притча. Одного человека спрашивают, что он делает. Я тут какие-то камни перекладываю. Второго спрашивают, я кирпичи складываю из одной тележки в другую. А третий говорит, а я храм строю. Это вот про личную миссию. То есть, как человек трактует, так и будет. Если мы говорим себе, что мы ходим на эту дурацкую работу, зарабатываем денег, но, скорее всего, не совсем это хорошая формулировка. И в целом, если мы говорим про миссию, это очень такое субъективное понятие. У каждого из нас оно свое. В школе мы проходили, что есть смысл жизни, что его там нужно искать, еще что-то делать. По большому-то счету нам не рассказывают, как это делать. И просто из серии «идите и ищите». В конце концов, как-нибудь поймете. Если говорить более простыми словами, то миссия – это некое уникальное задание, которое нам дается на нашу жизнь. То, что мы должны сделать за нашу жизнь. Не просто нам кто-то должен что-то дать, показать. Зачастую миссия – это то, что мы должны сами найти, и мы должны это за нашу жизнь выполнить. И миссия очень часто – это не про «хочу-не хочу», а про «пользу». Очень часто нам транслируют, что миссия – это всегда про радость. Вы занимаетесь чем-то, вы кайфуете, это так здорово, вы не испытываете никаких затруднений. Но по факту не всегда бывает очень сложно, бывает непросто, хочется, бывает, что все бросить. Перейти куда-то побольше, где больше легких денег. Такое тоже бывает. Но миссия – это про пользу. Пользу не для меня, а для других. В этом ключевой момент. Я думаю, в основном именно в плане миссии про других, не про себя. Итак, если говорить про миссию, то, во-первых, она должна отвечать нескольким критериям. Первое. То, что вы делаете, выходит за рамки ваших личных интересов. Вы делаете это не для себя, ну или, по крайней мере, не только для себя. Не просто я пошел на работу, заработал денег, себе что-то купил. Нет, я делаю это еще для кого-то. Не обязательно, не нужно гордиться тем, что вы делаете, получать некое удовлетворение о том, что вы делаете. Конечно же, нет. Но этот пункт подразумевает, что мы некий инструмент. Может, для кого-то это прозвучит очень грубо, но рано или поздно смиряешься с этим. В чем-то мы инструмент. Второе. То, что вы делаете для людей, вы делаете классно, и людям это действительно нужно. Этот момент очень важно у себя в голове выяснить, потому что есть дела, которые мы можем делать не совсем качественно. Может быть, плохо. Уступите эти дела другим. Но вот объективно, давайте на моем тоже примере, то есть все, что связано с инженерной деятельностью. Понятно, что я периодически там что-то черчу, какие-то делаю вещи, что-то еще. Но у меня сам мозг устроен таким образом, что мне не хватает терпения это довести до конца. Есть люди, которые глобально гораздо лучше в инженерном плане. Я это спокойно отдаю им. Я понимаю, что они все делают, доведут до конца. Моя миссия инженер. Да, это классно, это здорово, периодически это делать, но нет. Я это спокойно отдал другим. Я по этому поводу не мучаюсь. И то, что я делаю, это людям действительно нужно. Я не бегаю за всеми и пытаюсь им что-то впарить, втюхать, вот эти некрасивые слова. Это про то, что им это нужно, они этого хотят. В этом плане очень хорошо подходит как раз-таки одна из моих деятельностей, психологическая. Потому что один из принципов гласит, я не имею права заставить человека поменяться. Я могу ему дать инструменты и могу быть с ним рядом, если он этого захочет. А заставить я не могу. И это очень хороший, кстати, момент с отсевом. Потому что приходят люди, которые в формате некой жалости пытаются меня развести на то, чтобы я что-то для них сделал. С такими людьми я стараюсь не работать, потому что у них нет конкретного запроса, они не хотят меняться. Представьте, что заказчик говорит вам, ну, а вы могли бы что-нибудь сделать когда-нибудь. И мы начинаем предлагать ему варианты. Он начинает уходить из стороны в сторону, ну и так далее. Гораздо проще, когда человек четко понимает, что ему нужно, зачем, почему и как. Есть запрос, работаем. Следующее. В том, что вы делаете, есть некая уникальность. Не обязательно придумывать что-то совсем новое, какой-то новый гениальный подход. Достаточно просто выбрать свою специализацию и понимать, что конкретно у вас может получаться хорошо. В этом плане буквально недавно столкнулся с достаточно таким насыщенным рынком. То есть этот рынок – это рынок услуг стилистов, визажистов и так далее. Всех людей, которые связаны с индустрией красоты. И на самом деле рынок очень-очень-очень сильно наводнен. Он перенасыщен. И что делать на этом рынке? Нужно найти свою уникальность. Допустим, я специализируюсь только на европеоидном, то есть европейский тип лица. Кто-то специализируется только на азиатском типе лица и так далее. Уникальность. И бейте вот в это. Нужно найти свою уникальность. Чем вы отличаетесь от других? У меня уникальность в том, что я не классический бизнес-тренер. Я еще закончил баманку, поэтому я стараюсь не только мотивационно вас как-то заразить, а еще дать некую информацию системную, ответить на вопросы. Не сказать, что «А вот сейчас я вам не ответил на главный вопрос, а чтобы на него ответить, приходите на наш полный курс». Я так не очень люблю. Гораздо лучше дать вам некую систему, чтобы вы смогли сами это сделать. Следующее. Это самое большое и самое главное, что вы можете дать людям. Что самое большое вы можете дать? Что самое главное? На этот вопрос, кроме вас, ответа никто не даст. Следующее. Вы живете ради этого. Вы ощущаете внутреннюю потребность это делать? У меня всегда была внутренняя потребность кого-то поучать. Правда, все время кому-то нужно было рассказать, что вот это правильно, вот это правильно, и вот это правильно. Я понимал, что если я буду продолжать так жить, мои близкие сойдут с ума. Но поскольку это моя потребность, ее девать куда-то нужно было. Соответственно, я пошел в обучение людей. И я благополучно эту потребность рассеиваю на большое количество человек. Получается нормально, мои близкие, ну, по крайней мере, страдают уже не так пильно. Моя потребность никуда не ушла, она выражается в более экологичном русле. И если вас самих к этому не тянет, вас самих не радует, это не ваша миссия, а ваш крест. То есть, если вы говорите, что да, я должен это делать, я инструмент в руках там судьбы, либо чего-то еще, я буду терпеть, я смогу. Миссия, она все-таки какое-то удовольствие хотя бы приносит. Если вы говорите, что это ваш крест, не путайте, крест это не судьба, крест это не миссия. Не путайте ни в коем случае. И миссия это для других. Смысл жизни для себя. Четко различайте. То есть, миссия делается для других. И, конечно же, у той же миссии и все, что с ней связано, есть плюсы и минусы. Как только вы для себя вырабатываете понимание того, что есть миссия, сразу вся ваша жизнь четко раскладывается по полочкам. То есть, я иду на эту работу для того, чтобы я делаю какие-то действия в своей жизни для того, чтобы моя машина, моя квартира, мое место проживания, оно все про миссию. Получается, это некий такой, знаете, как у нас есть какие-то колечки разрозненные, у маленького ребенка есть, допустим, пирамидка. И есть некий центральный стержень. Вот как только у нас появляется центральный стержень, мы можем различные уровни пирамидки на него нанизать, и у нас получается цельная пирамида. Если уже у нас стержня нет, мы эти уровни можем пытаться совместить. Не получается, как только появляется миссия, становится сильно проще жить. Появляется энергия для достижений, и усилия сконцентрированные получаются. Вы легко можете эту пирамидку построить на основании миссии. А так мы можем сидеть, пытаться эти уровни друг на друга положить, они не удерживаются физически просто. Съезжают, меняются и так далее. И, конечно же, без минусов никуда мы не сдвинемся. У миссии нашей есть следующие минусы. Зачастую у такого человека может отсутствовать личная жизнь. Потому что для него вот эта вот миссия, что-то сделать для мира, зачастую гораздо главнее всего того, что происходит вокруг. Они забывают поесть, они забывают, может, так очень грубо прозвучит, но завести себе семью, детей те же самые. Они могут просто забыть, для них это не всегда важно. Поэтому имейте в виду, что можно слишком сильно уйти в направлении своей миссии. Делайте это с большой-большой осторожностью. Если мы говорим про миссию, как ее можно найти, помимо того, что ответить на эти вопросы, которые мы с вами разбирали пару слайдов назад. Из огромного множества вариантов это хоть как-то поможет вам немножко сузить варианты поиска. Потому что одна из основных проблем, которая возникает, если мы говорим про тот же Советский Союз, я не застал, но вот как мне рассказывают люди, кто там жил, более старшее поколение. Часть их жизни была распланирована и предрешена. Мама спокойно поступила в московский вуз, приехала. После вуза ее распределили. Четко было понятно, что дальше. Какие зарплаты. Когда у них будет через несколько лет с отцом выписан кухонный гарнитур. Когда машину, когда квартиру. Все четко расписано. И сильно каких-то глобальных вопросов именно в плане миссии не возникало. Сейчас же у человека избыток выбора. Мы выходим в поле, в чистое. И перед нами все дороги открыты, как говорят. Нам же говорят, что мы все сможем. Мы во всех областях молодцы. Хочешь стать юристом, становись. Хочешь стать балериной, становись. Даже мужчины сейчас могут стать балериной в условии пластической хирургии. В принципе, очень много путей открыто. Но в этом и заключается зачастую некий минус. Потому что, когда у нас все дороги открыты, мы теряем ориентиры. Нам непонятно, куда ехать. Мы можем ехать куда угодно. А куда не совсем понятно. Иногда в некоторых вопросах имеет смысл очень четко ограничиться. Как стоял путевой камень у, насколько я помню, Васнецова. Налево пойдешь, направо пойдешь, вперед пойдешь. Все, лево, право, вперед. Павел пишет, отсутствие выбора крайне облегчает выбор. Согласен с вами. То есть в любом случае даже есть такая тенденция, что в идеале все сводить к двум-трем вариантам. Если два варианта, это очень хорошо. На самом-то деле, вот этот вопрос выбора, он очень такой немножко коварный. Почему? Потому что для многих из нас есть ситуация только с одним выбором. То есть из серии, если на вас направили три пистолета и просят деньги отдать. Какой выбор? Ну, большинство скажет, что я отдам деньги. Но есть выбор еще убежать, есть выбор не отдавать деньги, попробовать подраться. Вариантов на самом деле масса. Даже есть такое выражение, что если вас съели, у вас все равно есть два выхода. Выходы есть, просто какие-то нам очень сильно не нравятся. Ну, допустим, вам нахамил начальник, и человек говорит, ну, у меня нет выбора, мне нужно жить. Вот на этой работе она мне очень важна, поэтому я сижу и молчу. На самом деле, выбор есть. Выбор ответить начальнику, выбор написать вышестоящему начальству. Он нас просто не устраивает. Но выбор есть всегда. Вот эти вопросы очень хорошо помогают немножко спузить область поиска. Крайне важно. Дальше. Что вам поможет? Во-первых, определите свои ценности. То есть на основании чего вы делаете этот выбор. Любые выборы в нашей жизни, самые главные, они сделаны на основании чего-то. У вас есть всегда некие критерии выбора. Вот с этим напрямую стоит разобраться. Второе. Метод пяти почему. Наверняка кому-то из вас он знаком, вы задаете себе вопрос. Ну, допустим, у нас в офисе нет воды. Просто не привезли. Вода для кулера. Мы подходим к ответственным и спрашиваем, почему не привезли воду? Ну, не привезли, потому что забыл заказать. Это первое почему. Второе почему. А почему забыл заказать? Не поставил напоминалку. А почему не поставил напоминалку? Ну и так далее. Мы пытаемся раскрутить, только вот это вот пять почему постарайтесь задать себе. Ну, то есть я хожу на вот эту работу, она мне нравится. Почему? Ну, потому что здесь удобный график, плюс я могу помогать людям. Замечательно. А почему вы можете помогать людям? Почему вам это нравится? Расписываем. Попробуйте вот этот пять почему закопаться внутрь. И третий вариант. Хочу, могу, надо. Есть еще способ, когда вы берете, расписываете, хочу списочек, могу списочек и надо списочек. И пробуйте найти некое пересечение. То есть то, что будет на пересечении всех вот этих трех пунктов. Задача поиска миссии постараться максимально из вариантов всех, которые к нам приходят, сузить выбор. Даже если у вас два варианта, а не один, гораздо проще с этим работать, потому что вы сможете нырнуть глубже и уже просто даже проверить. Ну, и серия. Есть первый вариант, насколько он подходит. Тестируем. Нравится, не нравится, с моими ценностями сходится, не сходится и так далее. Второй вариант. Тестируем, потом сравним, выбираем. Это уже гораздо проще. Задача ваша основная. Сузить способы мы с вами разобрали. Если мы говорим про миссию, то это достаточно такой глобальный вопрос. И в целом, конечно же, хочу вас позвать на тренинг, который будет проходить достаточно скоро, уже начинается. Да и много тренингов, давайте сразу расскажу. Если говорить про тот, который вас может подтолкнуть именно к вашей миссии, тренинг, который касается всего, что связано с личной эффективностью. Я скину вам ссылочки, сможете перейти, более подробно почитать. Компетенции, которые появятся у вас, это личная эффективность. Разберем инструменты именно личной эффективности. Что можно делать. Эмоциональное состояние, тоже с ним поработаем. Разберемся с иррациональными установками, управлением отношениями, тоже посмотрим на это. Личностная, деловая коммуникация, лидерские качества, тоже проверим, посмотрим. И с эмоциями поработаем. Такие курсы у меня скоро начинаются. Это курсы по тайм-менеджменту, как я и говорил. Менеджер по обучению и развитию персонала, развитие личной эффективности, стресс-менеджмент, развитие креативного мышления. И все это стартует 24 мая, это получается понедельник, вторник. И 7 июня по вечерам. Вот такое у меня интересное расписание. Скидываю вам в чатик, если кому-то будет интересно, посмотрите именно по курсам, по направлениям. Стоимость разная, продолжительность разная. Преподаватель я. Если говорить про все остальное, что у нас происходит, то обучение можно проходить в нашем центре в нескольких форматах. Первый формат – это очное обучение. То есть вы приходите, вы меня видите, вы со мной общаетесь и, соответственно, узнаете все вживую. Второе – очно-заочное. Это комбинация очного и видеозаписи из дома. Дополнительно, индивидуально. Если вам хочется какой-то вопрос рассмотреть в индивидуальном порядке, welcome, как говорится. Дополнительно существует так называемое открытое обучение, когда вы приходите ко мне, либо смотрите в формате вебинара, видеозаписи моих тренингов. В чем суть? Многим хочется смотреть видеозаписи именно потому, что можно свое время очень хорошо планировать. Не обязательно быть со мной на занятии. Вы можете среди недели все пересмотреть и меня что-то поспрашивать по почте. Вот в таком формате. Опять-таки для тех, кто очень-очень сильно занят. Ну и, конечно же, для тех, кто дослушал до конца, есть вот такой интересный подарок, может быть, кому-то будет актуально. Это бесплатная консультация по профессиональному развитию. Переходите по ссылочке, промокод и иду вперед. Вам коллеги все расскажут, вы сможете даже написать, позвонить в сам центр и разобраться, все это сделать. Итак, коллеги, есть ли у вас вопросы по нашему сегодняшнему семинару? Если есть, пишите в чате. Так, ссылочку скинуть. Так, 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 сейчас кидаю. Кидаю, кидаю, кидаю. Скинул. Ну что ж, коллеги, как я понимаю, вопросов как таковых нет. Давайте на всякий случай напишу свою почту. То есть, если будут вопросы именно по тематике, пишите. Я с удовольствием на них вам отвечу. Почта специалистовская, наша любимая, прекрасная. Все верно. Ну что ж, коллеги, рад был быть с вами в эту субботу. Спасибо вам огромное, что нашли время, что пришли. Надеюсь, информация была для вас полезная, актуальная. И хорошего вам вечера, хорошего выходных. До свидания. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...